Я думаю, что это начинает понимать все больше и больше народу. Да и надо перестраивать, надо себя тоже перестраивать по ходу дела. Так, ну, личный вопросик. Михаил, будете ли вы как-то отмечать грядущее 50-летие своего нахождения на нашей грешной земле? Что бы вы хотели получить в подарок и материального, и нематериального? Ну, 27 мая у меня день рождения. Я думаю, что я хотел бы получить кусочек покоя и отдыха в этот день. Вот, собственно, и все. Это и в подарок, и как никаким особым образом. Главное, чтобы в этот момент меня не разрывали проблемы, скажем так. Ну, в общем, отдохнуть хочется. Так, вопрос следующий. Не сложно ли вам, как человеку-одиночке, выходить на митинг с толпой? Гребенщиков сказал, что в отличие от вас, ненавидит демонстрации еще с советских времен. Ну, вот он, вот именно употребил это слово, демонстрации. Потому что там действительно это было безобразие. Это вершина лицемерия. Когда людей выгоняют, организации, они идут с этими шариками. Мир труд майк, какой-то полный бред. А это осознанный выход на улицу, как протест. И протест единицы ничем не отличается. То есть он так же важен и так же ценен для этой единицы, если он сделан в одиночку. И так же ценен он сделанной в толпе. Потому что ты идешь за себя, за свои собственные убеждения, вовсе не под влиянием толпы. По крайней мере, я так это воспринимаю. В общем, я не вижу в этом противоречия никакого. Мы никаким образом от этого не становимся стадными, если мы защищаем то, что у нас внутри. Мой вопрос такой. Трудно ли всю жизнь находиться в оппозиции к власти, и какая власть не будила бы в вас протестное настроение? Было бы вам по нраву. Власть, которую можно контролировать, которую можно переизбирать, которую можно вышвыривать с трона, с пьедестала по желанию людей. В любой момент, не дожидаясь шестилетнего референдума и так далее. Поэтому и речь идет не о новом лидере, а о смене системы, парадигмы социальной и политической парадигмы сейчас. Нам больше не нужны эти вожди, цари, тираны, начальники. Надо переходить на схему, при которой этот самый президент будет чувствовать себя чрезвычайно уязвимым и заметным на политическом поле и вообще в жизни. Будет под рентгеном ходить. В случае чего, ногой под зад и все, пошел вон. Вот такая власть мне нужна. Михаил, какие интернет-сайты вы посещаете с наибольшим интересом? Много, это все, это, конечно, в последнее время с SOTV.org, там телевидение образовалось общественное, там интересные бывают передачи. Ну, на самом деле бесчисленное количество сайтов, всех не перечислишь, тут не имеет смысла. А, как вы все знаете, наверное, серферы заносят куда угодно по ходу дела. Там ссылочка и все, это уже там, где никогда и не было. Ну, это интересно. Какие ваши предпочтения в области музыки книг? Как относитесь к творчеству? Групп J.Division, Smith, Japan, Coil. Как вы относитесь к получению книжной информации? Есть ли за ней будущее? Или все-таки за сеть интернет? Ну, я люблю и Coil, и Japan, и вообще книжная информация вещь полезная, конечно. Другое дело, когда на этом строятся какие-то нравственные превосходства, то есть какая-то шкала нравственного совершенства. Вот когда люди говорят, вот мы читаем, для нас Толстой и Достоевский это все, а потом замуж выходят, защупаются, например. Вот, и это все. Я еще, начиная с филологического факультета, сомневаюсь в пользе, в очевидной пользе любой литературы, особенно литературы в больших количествах, особенно если ты в этом специалист, все запоминаешь и можешь это все другому рассказать. У нас был такой сокурсничек, он был немножко не в себе, но у него была идеальная память. Он мог цитировать Библию в любом месте, он мог цитировать Достоевского, Толстого, он знал постранично, ну, такая вот, ну, просто действительно феномен. И в результате, удивительно, как-то странно, я его встречал, потом лет через 15 он отсидел 10 лет в тюрьме за убийство топором какого-то мужчины, который оскорбил его девушку. Ну, я не знаю, что там было на самом деле, но я никак не ожидал. То есть, видимо, он настолько перекочевал в литературу сам, но при встрече уже больше ничего не цитировал. Как вы относитесь к книге Джорджа Орвелла, 1984, как вы считаете, может существовать режим, описанный в государстве? И второй вопрос. Михаил, как вы считаете, оказала ли Первая мировая или Вторая мировая войны и гражданские войны в России и Испании серьезный отпечаток на человечестве? Какова реальность того, что массовый бой не повторится в будущем? Три вопроса. По очереди можно. Мне же... Нет, ни одного свободного килобайта уже. У меня все вылетает. По поводу книги. По поводу книги. Я, помню, был в восторге, да, когда в студенческие годы прочитал сам издатарского Орвелла, 1984 год, да, такая очень актуальная книга. Тем более, что мы жили в таком обществе, в котором действительно невозможно было, например, общаться с любыми иностранцами. За тобой все время следили. Там, на филологическом факультете, где я обучался, там просто постоянно следовали изгнания людей за то, что они слишком близко общались с американцами, которые проживали в этом же общежитии. Ну, то есть, первый отдел работал абсолютно в Орвелловском стиле, и во всех каждом институте были такие вот конторки, и в каждой группе были стукачи, которые доносили кто что говорит. Ну, в общем, в этом смысле Советский Союз был очень похож на это все. Конечно, может, не до такой степени, хотя, в кое в чем, когда речь идет о ГУЛАГе, там они и Орвелла переплюнули. Вот, поэтому, конечно, ничего подобного бы и не хотелось повторять. И все, кто зовет назад, либо родились уже на излете Совка, либо как-то не... Либо у них были богатые родители, которые входили в партноменклатуру. Вот это часто бывает. Вот они очень хвалят Сову. Так, ну, и вот второй вопрос Александра Скоркина из интернета. Так, Михаил, как вы считаете, оказало ли первое... Я же дальше не ответил. Да нет, вроде все. Нет, по поводу... А, да, первое, да, да, пардон. Ага. Да нет, ну, войны, да, я так в общем скажу, войны оказывают, конечно, какое-то влияние и на демографию, и на социально-политическое устройство мира, и на промышленное развитие. Более того, многие считают, что война это такой акт очищения, это такой природный механизм для того, чтобы человечество развивалось дальше. Ну, мне кажется, что сейчас войны вот такого масштаба бессмысленны, потому что ядерное оружие, и все понимают, чем это закончится. Поэтому, я думаю, глобальной войны нас не ждет. Это все бессмысленно даже развязывать. Ну, это... То есть я почему-то убежден, что это никому не нужно сейчас. Так, вот тут вопрос из зала. Как вы относитесь к Сине и Собчак? Нет, ну, во-первых, надо давать шанс людям. Конечно, наделано немало. То есть ничего... Одна из самых пошлых программ «Дом-2», конечно, и циничных, это, конечно, ее вершина, вершина вот этого безобразия. Но мы должны давать шанс человеку исправиться, в конце концов. Вот он начал исправляться, там, или делать вид, что исправлялся. Посмотрим, чтобы он дальше. Ну, вообще, персонаж забавный, конечно, но испытывать к нему ненависть я не могу. Это смешно. Так, ну, больше вопросов нет, я просто последний зачитываю. Так, так, так. Ну, тут вопрос такого характера. Что вы больше предпочитаете, лосось или тунец? А вы ходите в солен? И красите ли мне волосы? Да, ну, вот, конечно, с тунецом-то... Нет, это зависит от того, как приготовлено, и что под него льется. Вот. Ну, в общем, вопрос долгий, пространный и очень сложный. Очень сложный. А что касается там солярия, нет, с солярией как-то ничего не получается. Как-то не сросся. Я с ним даже, пожалуй, не пробовал ни разу, честно говоря. Как-то вот, ну, не получилось. Я летом и так загораю, я довольно быстро загораю, поэтому иногда загар держится, ну, только зимой сходит, в лютую зиму, а потом опять. Вот, собственно, наверное, и все. Да, но вопросов больше нет, да, я так понимаю? А пятого числа пойдешь к Исааки? Да, я думаю, что да, скорее всего, так. По крайней мере, пока все планы пятого числа выйти на Исаакискую. Ну, я буду следить четвертого еще за интернетом, может, какие-то появятся интересные альтернативы, но мне кажется, что нам надо там быть всем и, по крайней мере, выразить свое отношение по поводу происходящего. И чем больше нас там будет, тем ярче будет это выражение, и чем действеннее будет. Я на самом деле вообще думаю, что сейчас действительно время, когда цифры решают все. То есть удивительные металлорфозы происходят с нашими губернаторами, с нашими ментами, они такие становятся все добрее и добрее. Там уже, собственно, руки к рукопожатиям тянутся. В общем, это все, представляете, достаточно для Питера, я думаю, ну, тысяч сто и все, и братания народа и милиции. Вот, ну, сходить надо, я думаю. Все, нет больше вопросов? Ну, тогда я поиграю еще. Немножко, немножко.